Вы слушаете новости по энергетике от AESH. Вторник, 23 февраля 2021 года. В заголовках мировой прессы S&B сообщает, Ford инвестирует 1 миллиард долларов в завод в Германии. К 2030 году планирует перейти на производство полностью электрических легковых автомобилей. Ford инвестирует 1 миллиард долларов в завод по производству электромобилей в Кельне, Германия, с европейским подразделением автомобильного гиганта, взяв на себя обязательство сделать все возможное для электромобилей в предстоящие годы. В планах, объявленных в среду утром, Ford сообщил, что весь модельный ряд легковых автомобилей в Европе к середине 2026 года будет полностью электрическим или гибридным, с нулевым уровнем выбросов, а к 2030 году полностью электрическим. Заголовок Bloomberg. Northworld инвестирует 200 миллионов долларов в решение бизнеса по хранению энергии. Northworld, стартап, готовящийся начать крупномасштабное производство аккумуляторов в Швейцарии и Германии, инвестирует 200 миллионов долларов в увеличение мощности систем хранения энергии, которые будут конкурировать с Megapack и Tesla. Расширяющийся завод в Даньске, Польша, планируется запустить в производство к 2022 году с начальной производительностью 5 гигаватт-часов. The Financial Times сообщает. Производители кабеля подключились к гуму чистой энергии. Заголовок Wall Street Journal. Maersk планирует ввести в эксплуатацию судно-контейнеровоз с нейтральным выбросом углерода через два года. Maersk датская компания является крупнейшим контейнерной линией в мире по мощности, согласно поставщику морских данных Alpha Liner. И переход на новую платформу поможет ускорить усилия поставщиков энергии по созданию значительных объемов неископаемого топлива, пригодного для работы океанских судов. Судно Maersk будет небольшим судном, известным как Feeder, способно перемещать до 200 ящиков и будет добавлено к сети в 2023 году, на 7 лет раньше ранее объявленного срока. Заголовок Forbes. Honda объявляет о новом генеральном директоре для развития стратегии электромобилей. Нынешний генеральный директор Такахира Хасига предстал перед небольшой группой СМИ и сотнями слушателей в интернете, чтобы объявить о том, что он уходит с поста генерального директора и в начале апреля переходит в Тахиширо Миби. Honda назначила Миби главу отдела исследований и разработок новым президентом в компании, чтобы ускорить переход компании на рынок электромобилей и еще больше укрепить свое партнерство с General Motors. BBC сообщает, игровой план по расширению завода по производству витринных турбин в Халле. Сотни новых рабочих мест могут быть созданы после того, как будут раскрыты планы удвоить размер завода по производству витринных турбин. Симмонс Гамеза заявила, что рассматривает возможность расширения своего предприятия в Халле, чтобы позволить ему производить лопасти большего размера, что поможет снизить затраты на электроэнергию. Городской совет Хала заявил, что приветствует предложение для планирования, которое изменит правила игры. Около 750 человек в настоящее время работают на фабрике в городском доке Александра, которая открылась в 2016 году и обошлась в 310 миллионов фунтов стерлингов. Energy Leaf сообщает, что Великобритания поддерживает сделку по установке ветроэнергетики в Тайване на сумму 200 миллионов фунтов стерлингов. UK Export Finance предоставит покупателю кредитную гарантию на сумму 200 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь финансировать обшорную ветряную электростанцию на Тайване. Морская ветряная электростанция Greater Chenho 1 имеет мощность 605 мегаватт. Вырабатывая электричество, достаточно для питания более чем 650 тысяч домашних хозяйств. Проект будет поддерживать цель Тайваня – производить 20% своей электроэнергии и возобновляемых источников в 2025 году. В заголовках публикации энергетики и ресурсы Smart Energy.com сообщает на своей первой странице. Мировые запасы электромобилей к 2050 году вырастут до 700 миллионов. В новом отчете, выпущенном исследовательской фирмы Wood McKenzie, говорится, что к 2050 году на дорогах будет около 700 миллионов электромобилей. Ожидается, что к 2050 году продажа электромобилей достигнут 62 миллионов единиц в год. В отчете также говорится, что электромобили в гибридных электромобилях и на топливных элементах продажи объединяются, чтобы затмить глобальные продажи двигателей внутреннего сгранья для легковых транспортных средств впервые в 2047 году. Power Grid.com сообщает. Hitachi Power Grid выигрывает третий контракт на межсетевое соединение для крупнейшей в мире ветряной электростанции. Hitachi Power Grid объявила, что владельцы ветряной фермы Dogger Bank мощностью 3,6 гигаватт выбрали ее для подключения третьей линии передачи от Dogger Bank к материлковой части Великобритании. Линия 130 километров. Dogger Bank A и B — это совместное предприятие Renewable, AnyQ и Any, при условии одобрения регулирующими органами и кредиторами соглашения Any о вступлении в совместное предприятие, которое должно быть получено в начале 2021 года. Это была минута новостей по энергетике от AESH, вторник, 23 февраля 2021 года. Если вы хотите услышать больше глобальных новостей в области электроэнергетики, то подпишитесь к нам сейчас и следите за нами в социальных сетях.